Причем сейчас мы национальны для развития дежурных действий службы, в общем, мы не будем говорить. Единственная служба дежурных действий службы в полном направлении является округом повседневного управления вопросом поднаживания за регистрацией чрезвычайной ситуации. Одной из главных задач, которая является приемом передачи сигналов управления, оповещение руководительного состава и населения об угрозе и выдержание чрезвычайной ситуации, а также координация действий дежурных действий дежурных действий служб, эффективного реагирования и их жилого освещения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и различного характера. Из ответа Кушкинского муниципального района образовано постановление благо Кушкинского муниципального района ответного права с 2008 года номер 1626 о создании единой дежурной действий службы Кушкинского муниципального района в цели повышения активной готовности администрации и службы района на чрезвычайной ситуации и происшествия, эффективность и взаимодействие привлекаемых сил и средств, экстренно-оперативных служб и совместные действия по подтверждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации происшествия. Из ответа Кушкинского муниципального района обязается в очень стоящий орган повседневного управления для всех взаимодействующих бежурно-беспечных служб, экстренно-оперативных служб и бежурно-беспечных служб организаций и ведомств независимо от основных субсотных вопросов, разбора, рабочих и обмена информацией по чрезвычайной ситуации и повседневной гибели. Из ответа Кушкинского муниципального района осуществляет свою деятельность и взаимодействие с Центром управления в экстренно-оперативных ситуациях, как далее будет сокращен в данном СУС, главным управлением часть России по Российской Федерации, значит, органов дежурно-беспечных служб государственной власти и различных организаций. Из ответа Кушкинского муниципального района находится постоянная готовность к организации экстренного реагирования на вызовы от населения и сообщения о чрезвычайных происшествиях, возникающих на территории муниципального оборудования. С нами, с 2019 года, ДТС Кушкинского муниципального района функционирует как софт-курмное предназначение поставить имущество в Кушкинске аварийно-спасательный отряд. В 2012 году, в соответствии с планами предприятий и совершенствами деятельностей Кушкинского муниципального района, ввечены изменения нормативно-правые акты Кушкинского муниципального района, в течение касающихся проведения СДС в соответствии с древним положением при ДТС, а также совершенствами деятельности ДТС культурного предприятия МБУ Кушкинский аварийно-спасательный отряд. Установлены оборудование для видеоконференц-связища, организованы и модернизируются прямые каналы связи с ДТС, с ДТС и экстренно-финокративной службы. Завершены работы по оборудованию автоматического рабочего места специалистов ОДС и руководства ОДС, организованы локальные сети, каналы сети интернет и работа по средствам адресов электронной почты. Продолжена работа по модернизации автоматизированной информационной системы, автоматизированной системы опрещения и руководящего состава ОДС. В настоящее время собираются присутствовать следы, не хотели, значит, подходящихся на территорию района, прорабатываются вопросы, которые выполняют учебно-массажирование руководства состава, руководящего состава администрации, причем к СМС-опрещению. Организовано опрещение и информирование следствий путем передачи информации по радио с помощью опературы опрещения КПС-164, информируя о виде бегущества ИТ и деликанале ввода сущности, заведением информации через интернет, в отталку, в отталку, в отталку. Организовано опрещение дежурно-диспетческого персонала в главном консервном управлении специальных подозрениях. Организовано практическая стройка дежурно-диспетческого персонала в службе главного управления МЧС России и в послуге. Проводятся занятия и инструктажи сотрудников МДДС на наступающие международные дежурниками. Проводится ежемесячные дозировки в связи с обслуждающими ДТС по действиям классических аварийных безвечающихся ситуаций. За 2012 год ДТС конкретно скоорбинировало действия аварийной диспетчки служб и служб постоянной готовности района устранения и ликвидации двух экологических загрязнений, 36 пожаров, более 200 аварийных ситуаций на объектах для безвечения к муниципальному главу. Было принято и обработано более 8 тысяч обращений от жителей района. Общее руководство ДТС Пушкинского муниципального района осуществляет глава и руководитель администрации Пушкинского муниципального района, а непосредственно директор МГУ Пушкинский аварийный специальный отряд. Штатная исписочная числа руководящих и дежурного диспетчика персонала ДТС на 2015 год составляет 15 человек, что позволяет из них удовольствия дежурства и выполнять предъявляемые службы требования. Заключены соглашения и регламенты по обмене информации в ДТС экстренной оперативной службы и службы жителей извлечения муниципального глава. Создана единая электронная база, содержащая паспорта безопасности территорий муниципального района, сельских и городских поселений, всех муниципальных пунктов и объектов повышенной готовности. Паспорта, состояние полночной безопасности объектов социальной защиты защитения, здравоохранения, образования, рабочие карты муниципального образования. Закреплены ответственные лица за уточнением и корректировкой этой информации. ДТС в Пушкинском муниципальном районе указывает документацию в соответствии с требованиями положениями по обмену. Разработаны инструкции, регламенты, алгоритмы, технологические карты по действиям типовой аварийной или чрезвычайной ситуации, в которых дается пошаг в инструкции. По ограничению и информированию о происшествии в ЧАЭС, по организации взаимодействия, по приведению в готовность на движение силы средств в районах происшествий ЧАЭС, по прогнозам развития и моделирования ЧАЭС, по организации аварийно-спасательных и других неотложных работ наращивание группировки силы средств, по организации первоочередного обеспечения заселения. Таким образом, можно сказать, что на сегодня основные требования, возложенные на ГДС муниципального образования и на две скучности к муниципального района соответствуют. Однако, из-за так называемого «словоцкого человеческого факта» не все оперативно-дежурные ГДС района в полном объеме выполняют возможные на них обязанности и действуют в соответствии с обработанными инструкциями, регламентами, алгоритмами и технологическими картами по действиям в металлой аварийной ситуации, запускают единичные случаи нарушений руководящих документов. Так, 23 сентября 2013 года оперативно-дежурный ГДС района Азимов не сообщил главе главы городского обеспечения Черкизова о пожаре в торговом павильоне сосудки Черкизова, ссылаясь на позднее получение информации от Куштинского комитета пожарной охраны, тем самым нарушив порядок действия оперативно-дежурного ГДС района об информировании руководящего состава при возникновении пожара. По данному факту, в 12 сентября, по результату которой оперативно-дежурный ГДС Куштинского муниципального района Азимов строго указано на недопущение в цели подобных нарушений под должностных инструкций, регламентов, алгоритмов, протестных, гиповых, аварийных или чрезвычайных ситуаций. С 25 февраля 2013 года сведения о происшествии и чрезвычайных ситуаций в этой истории Куштинского муниципального района за прошедшие сутки предстаются оперативно-дежурный ГДС Куштинского муниципального района посредством приправленных войск в городские и сельские сетки. Баглана Куштинского муниципального района за прошедшие 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 сетки.